руки пожалуйста зачем люди те люди которые занимаются тем о чем вы подумали так да вам подружки правильно подсказывать а вы чем занимаетесь от рулетки просто спрашивайте у людей где их руки мы если тесно пьем у нас пятницы и мы пьем понятно вы готовитесь к завтрашним протестом по всей россии нет мы обсуждали навального и как сказать я считаю что у навального точно так же как у путина есть резиденции и ему нужно сделать свою свой видеоотчет что у него есть и похвастаться путину что как бы он просто отстой что на вами на уровне вы считаете что навальный такой же такой же как и путин да ну какой путин президента навальный просто наживается на бабушках со стороны как-то бабушек путина поддерживают в основном бабушки а навального поддерживают в основном молодежь и средний возраст хорошо значит путина спонсирует бабушки а навального спонсирует молодежь нет ну хорошо путина она навального дрочит молодежь то есть мы должны не бухать и дрочить на навального а вы а вы на кого вообще кого поддерживать или вообще все равно ну вообще за единороссов так мы на них подписаны так что я за единороссов не давали штукатурку вот так вот эти молодежь за единороссов то есть у людей ну просто сознание перевернута пойдем дальше здравствуйте big boss приветствую как ваши дела отлично как ваши шикарно завтра на протесты не собираетесь я нет ну много людей вид моих друзей собираются а вы как по поводу этому что скажете по этому поводу ну а нормально чтобы у президента дворцы такие были вообще нормальный человек посмотри да но сумасшедший просто во всем мире миллиард миллиардеры строят разного вида лаборатории помогают там с болезнями не знающим а он тебе дворцы выстраивает да самое интересное что есть и люди которые наивно думают что это все неправда что такого не может быть ну а как вы думаете кто это какого возраста есть люди ну в основном скажем полого возраста до в основном пожилого возраста но если молодежь такая здравствуйте чем в чат рулетка занимаетесь что на какие темы общаетесь в чат рулетки по поводу митинга о навальном вот я тоже сейчас разговариваю с людьми как вы думаете получится что-то у навального и тех людей кто его поддерживает нет почему потому что россия большая здравствуйте завтра на митинг пойдете так не митика протесты надо называть вещи своими именами потому что митинг вы не пойдете я пойду а как вы думаете как вы думаете получится у навального что-то с протестами или нет мне кажется нет я думаю да вот мне бы хотелось слышать почему девушка думает что нет почему да с херли он там ты не будешь они против путина не а мне кажется получится столько людей смотрели на его эфиры и сколько там вот место малолетки многие не понимают вообще смысл всего дедушка зажрался вообще мы с подругой раздеремся к концу вечера у меня такая я за путина понимаете там раскол в обществе это что сейчас там назревает мы будем смотреть что происходит сегодняшней россии потому что от этого зависит то что будет происходить и соседними странами все хотят чтобы все страны которые находятся на границах с россией жили нормально мирно чтобы россия не влазила не пыталась захватить не пыталась диктовать какие-то условия свои не пыталась навязывать им свою волю и точку зрения а действительность такова на сегодняшний момент что путин прекрасно понимает что если его свергнут ему уже жизни не будет то есть он сейчас в принципе борется не просто за свою власть он борется за свою жизнь а это уже немножко другое но были в истории случаи когда такого плана правители пытались что-то сделать для того чтобы постоянно находиться во власти однако союзников путина очень мало и становится все меньше и меньше и он сам сделал так чтобы у него союзников было мало грузия украина молдавия другие страны все которые страны окружают латвия литва эстония и так дальше так дальше так дальше все хотят держаться подальше от россии потому что ту политику которая россия сегодня несет а это даже политика невозможно назвать это просто пропаганда ложь агрессия война вот с этим сегодня ассоциируется россии ну еще с дворцами путина с дворцами медведево с коррупцией мы пойдем дальше о чем занимаетесь от рулета здравствуйте на вашу порчу да ну и каким образом это делаете порчи наводите что что здравствуйте чем учат рулетки занимаетесь на какие темы общаетесь здесь обычно людьми ну и как что вы думаете по этому поводу дворец путина смотрели фильм конечно но вы верите в это или нет ли вам кажется что такого не может быть а почему страшно что а что может быть еще хуже чем есть сейчас просто я сидела в четверлетке и пока сидела пришел в комнату папа сказал что как бы путин разрешил росглавия расстреливать людей и я сидела сидела тут разговариваю с чуваком а потом я у него спросила это тоже ненароком и он говорит я милиционер я говорю и что ты завтра провелишь людей там бить убивать он такой ну если типа потребуется туда ну я перелистываю ладно потом общаюсь с другим чуваком с дядей взрослый мужик ему лет 30-40 я тоже задаю ему этот вопрос потому что с детишками особо на эту тему не поговоришь а вы за кого он говорит свободу на овальному и тут чувак просто из кадра достает калаш берет его перезаряжает но как вы думаете ну да ну как вы думаете вот почему некоторых людей уже все это но полностью достала то есть они уже готовы на все их таких людей нет не очень много но смотрите а если ну вот если к примеру выйдет в москве миллион человек ну разве миллион человек можно расстрелять весь миллион миллион нет даже если они тронутом человек да в любом случае смерти это плохо хоть даже ни одного человека уже ну вот смотрите есть хороший пример хороший пример беларусь там же тоже были смерти и пытки были и смерти были а люди продолжают мирным мирные протесты устраивать и они думают что таким образом можно что-то сделать как-то сменить власть на мой я думаю о том что типа еще с давних времен ну как говорится власти понесили даже страна где нам кажется живется хорошо шпителям например этой страны тоже власть не усилий довольны посмотреть что сейчас творится в той же самой а что творится в мире людям не очень как знаете почему это там как раз наоборот там представьте президент страны решил что он хочет остаться на второй срок были выборы не было никаких доказательств того что он говорит правду были суды ни один суд не стал на его сторону то есть были соблюдены законы и вот люди которые пошли к капитолию да и говорили о том что давайте нам нашего президента они проиграли а проиграли не потому что люди там живут хорошо если вы посмотрите тех людей которые сейчас арестовали в америке там вот например прилетела до женщина с на частном самолете она агент real estate да она прилетела на частном самолете для того чтобы сказать что я я поддерживаю трампа то есть за счет того что люди там лучше живут они меланхолики да им кажется вот сейчас можно сделать вот это вот это ах жалко отсоединилась но вот такой диалог с девушкой есть люди которые уже готовятся есть люди которые боятся есть милиция которая считает что нужно выполнять любой приказ а мы будем смотреть потому что америка например и россия сегодня сознание людей разное то есть те люди с которые в америке вот с этим сознанием они идут да они больше консервативного мышления чем например люди которые либеральных взглядов но они все равно другие они не такие как в россии люди в америке даже те которые шли на капитолий многие из них они не знают что такое вот это вот выживание российское как в россии люди живут когда у них нечего кушать нечего надеть когда нечем топить когда дров нету когда власти устраивают просто беспорядки сами то есть когда власть является сама нарушителем закона в америке этого нет поэтому здесь вот так происходит и поэтому сейчас президент джо байден потому что все идет демократическим путем несмотря на то что есть и согласны с тем что он пришел к власти проигрывать всегда сложно для некоторых людей они не готовы признавать поражение даже когда знают что они проиграли а я вам всем желаю добра любви счастья благополучия понимания и мы с вами скоро увидимся пока